Болтком представляет Я Илья Логутенко И до нашей встречи на концерте группы Муми Тролль в арена Рига 12 ноября Один месяц 12 ноября Большой концерт Презентация нового альбома группы Муми Тролль Пиратские копии Билеты в торговых местах Билишу сервис Доброе утро, уважаемые радиослушатели С таким небольшим запозданием Мы вынуждены начать наше личное утро Но так получилось, что наша гостья сегодня попала в пробку утреннюю Дизайнер почтовых марок, художник Элита Вильям С нами сегодня этим утром Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Звоните нам, если у вас есть вопросы По телефонам прямого эфира 672-12-939 И 672-13-939 Вас знают в основном как создателя почтовых марок Как иллюстратора книг И вот как мы знаем Что 10 лет назад была выпущена созданная вами марка Посвященная 285-летнему юбилею Барону Мюнхгаузену Это так? Да И с этого началась ваша вот Получается так Начали вы заниматься созданием почтовых марок О нет Нет раньше? Нет Это начало было в 90-х годах Это по-моему 92-й И я тогда первый раз участвовала в конкурсе На почте И почта этот конкурс сделала Потому что ей нужна была такая, скажем, компания Молодых людей, молодых художников Можно сказать, и не по годам даже молодых Ну, новых С новым взглядом каким-то, да? Да, 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 да Так, чтобы эти старые уже Ну А какой тираж был? То есть, ну, имеется в виду, наверное, взгляды, которые уже Ну, не советские, да? То есть там советский был такой взгляд на какие-то, может быть, дизайн Нет, вы знаете, если человек очень долго и все время делает только один или два или три, да? Да Он как бы становится, ну, это рутина уже, да? А когда уже побольше художников, да? Тогда уже есть конкуренция Да, как я говорю, это некоторые говорят Ну, что ты, почему ты искусство сравняешь с спортом, да? Ну, где-то, где-то есть вот такая зацепка, да? Это очень хорошо Здоровая конкуренция, это буквально прекрасно, да? Без этого никуда Да Если я, как сказать, ой, какой я хорошенький, или ой, какая я хорошенькая, да? И все время вот буду только так, как я делаю, да? И это, мы будем говорить, что это все хорошо, да? Ну, ничего подобного И сколько эта вот марка, какой был тираж у нее? Это были уже на последние советские марки, да, в составе? Нет, это уже 92-й год А, это уже 2-й Да И интересно, как было, я участвовала в конкурсе Я получила призовое место И интересно, как было Призовое место я получила и за марки, и за печать почтовую Да А печать вы тоже дизайнерки разрабатывали, да? Да, да Этот, ну, весь ансамбль, да Значит, марка, конверт и печать А печать какая была? Ну, это печать считается первого дня Это очень такой, ну, праздничный, такой красивый Который уставят на марку, да? Да, да, да То есть после этого марка считается гашеной, да? Да, да Не точно, как сказать, ну, мы каждый день, когда на почту приходим Там они там штампуют число, год и... Номер почты Да, вот именно, да А там уже интересный рисунок такой есть, да? Потом покажу я, что это такое Ну, и, значит, я получила призовое место, но мои марки не отпечатали до сих пор Почему? Я не знаю, почему на почте сложилась такая ситуация Я не знаю, или это какая-то политика, или кто-то подтолкнул к этой идее Плохой идеей, между прочим Моя тема была латышское мореходство Ну, и тогда вы понимаете, что тогда все началось Это приватизация уже Кто-то хотел прихватить Прихватизация, да? Да, 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 да И вот тому-тому подобное, да? И, в общем-то, морская тема как-то... Ну, никак Ушла, да? Немножко Да Вы думаете, это из-за политики такой, да? Думаю, что да Думаю, что да Политика так часто вмешивается вообще в такую тонкую сферу, как изготовление почтовых марок? Знаете, теперь кто-то хочет, но немножко мы их так... Немножко холодненькой водичкой, да, и... Все-таки Да, и уже, как сказать, и даже такие посторонние приходят, да, которые хотят, ну, выступать как цензоры, да, там, ну, танзуру делать А вот в каком смысле, что именно? То есть указывают, что рисовать, что не рисовать или... Да, они хотят свою точку зрения, ну, нам навязать, да И... Ну, тогда пусть сами делают, да И посмотрим, что у них получится А сколько у нас вообще дизайнеров почтовых марок? Ну, вы знаете... Это вообще такая многочисленная профессия, или это штучная? Знаете, некоторые приходят и уходят, да Ну, приблизительно, я думаю, что 3-4-5 вот так Да Это, ну, постоянно Это на всю латвию, да, вот именно, да? Да, да, да А что за особенности вот в этой специальности дизайнер почтовых марок? Чем он отличается от дизайнера, не знаю, чего-нибудь другого? Вы знаете, сперва это миниатюра Да И я теперь буду говорить с своей точки зрения, потому что я считаю, что вот эта маленькая бумажечка, да, которую мы... Этот лоскуток, да, который мы наклеиваем на конверт, это все-таки такой, как бы, посол Ну, за границу, да Да Люди некоторые там, ну, как сказать, ездят президенты, там, премьеры и так далее, и так далее, да А для... общего, для народа, да Приехали, уехали, спасибо, хорошо, да А вот если они уже получают вот такое письмо с красивой маркой, они уже задумываются где-то, Латвия, что это вообще такое, да Это очень... сперва вот это такое, да Я как художница, профессиональная, думаю так, что эта почтовая марка, это не просто какая-то наклейка, а это все-таки должно, ну, быть, как миниатюрная графика Ну, почему так много марок, которые вот именно, чтобы там сантимы, там, евроценты собрать, просто чтобы там сумма была, а много марок это просто герб, да, или просто там знак города, это же, вот как раз это уже не миниатюр, это не специальная работа А, а это вот, как сказать, вот этот герб, значит, надо вкомпонировать, да, в этот лист, вот этот маленький клочок бумаги, да, и если этот, ну, как сказать, этот герб будет хорошо смотреться, у него будет правильные пропорции по отношению к бумажке, да, и еще там, как сказать, ну, или там черточки, или все равно, или шрифт какой-то подобранный специальный, да, значит, композиция уже здесь действует И все равно эту марку должен делать профессиональный художник, да, потому что если я все равно какому-нибудь компьютерщику дам, да Это понятно, но это содержание то же самое, ты видишь на марке, ну, герб, ты его узнаешь, и он же там как раз поменяться не может, ну, может, там чуть-чуть тоньше и толще Да, он как такой не может меняться, но вот это все то, что вокруг Ну, почему мало художественных марок? Знаете, это сперва, это уже исторический Да, герб, портрет короля или императора Обязательно Да, это считались стандартные марки И, значит, они уже такие, которых можно печатать уже несколько раз Да, это раз А вот эти красивые художественные марки, да, когда, ну, они впервые появились, да, в XIX веку Это они точно были созданы для коллекционеров, для спроса И, конечно, ну, любой человек тоже, ну, кто хотел, тот мог покупать и отсылать вот такое письмо, да, но в основном для коллекционеров И это, ну, такая очень хорошая болезнь, да, коллекционировать почтовые марки Очень красиво А первая марка Латвии, по-моему, в XVIII году, да, была выпущена? Ах, по-моему, да, вы знаете, первая марка была, а нет, даже раньше Раньше была? Даже в Цейсис, это еще при царе, они получили какую-то привилегию, чтобы могли печатать свои окружные марки В городские Да, 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 и вот такие могли посылать А потом уже Нет, ну, это в каком году вы имеете в виду? Это вы знаете, это тоже в XIX веку Да, ну, я имею в виду, ну, времен независимости, наверное, да, в XVIII году, да, первая марка была? Да, первые марки, да, и они, интересно, их отпечатали на картах немецкого генштаба На второй стороне вот эта, как сказать, хорошая белая бумага была Тогда вообще, ну, как война шла, да, ну, и вот на этой отпечатали Интересно было, были марки, которые, это, зубчиками, да? Да, вот не всегда жили зубчиками Которые, как сказать, можно были резать, ну, ножницами, да? Вот, вот, вот это первая Первая марка у нас художник был Анси Стирулес Да, кто и флаг, ну, это пропорции там придумал и так далее, да? Ну, она такая интересная, вот на ней пять пьесос, наверное, копейкос, да, или что там было? Да, 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 да Интересно А тиражи какие? Солнце какое-то, вот что это вот изображено было? А солнце, это как бы первый латвийский герб, это считается как первый, да? Три колоска такие Да, 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 такой интересный Вот этот, тот, кто с львом и вот это с грифом, да, это уже только потом, это в 21-22 году только появилось Вот этот, да, да, а вот до тех пор вот использовали вот этот герб именно Да, а вот первая марка после восстановления независимости в 91-м году, ее кто рисовал? Или ее не рисовал? Вы знаете, вот там очень интересно получилось Обе марки, первые, были уже сразу напечатаны на конверте Да Есть две Одну марку делал, в общем-то, они обе как бы, ну, профессиональные художники Ну, в 91-м, да? Да, в 91-м, да? Да, а одна даже, по-моему, еще немножечко раньше Ну вот И там тоже вот этот, первое, вот это солнышко как бы взято, да, и вот этот, ну, юмис, да, вот такой знак есть, да И на конверте это делал Фридис Макс Некс, из ЦС, да? Ой, не из ЦС, я извиняюсь, это из Талсы Это, этот конверт с маркой, это считается теперь, ну, раритет, и уже коллекционеры, ну, так А какие тиражи эти были? Вы знаете, даже я не могу Чем меньше, тем лучше же, да, чтобы ценовой Как бы, да, и действительно, а вторую марку это делал Гунарс Кирке Там латвийский флаг такой интересный, но тоже на конверте отпечатано, да, но не в натуральном виде, да Кирке потом делал те почтовые марки, которые уже шли, это, 5, 5 сантим И потом все вот-вот-вот-вот до двух лад, да, тоже с гербами Целая серия там была, маленький, маленький герб А потом уже, как, кстати, две почтовые марки с большим гербом И одну марку, вот эти, эти марки уже, которые Кирке делал, этих печатали в Лейпциге Тогда, потому что у нас никто еще вот такое, ну, не взялся делать, да, и даже не смог сделать Ну, и первая марка за 5 сантим, это, ну, специально сделали как дефицит И тогда уже люди там, ну, стояли очереди у почты большой, там, у вокзала, да, это вообще ужас, что было А кто вот сюжеты эти придумывает? Сами художники или какие-то вот есть заказы, допустим, со стороны государства или еще с каких-то, ну, с какой-то другой стороны? Вы знаете, по-моему, предложение может любой человек отправить в почту или сам явиться, ну, написать такое заявление, вот, значит, он На каком-то событии, да? Да, 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 он обосновает, почему вот именно вот эту марку надо, вот именно почему вот эту тематику надо делать У нас есть марка с пингвинами Да, 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 есть оба полюса, да, пингвины и там, как, кстати, белые медведи, по-моему, тоже, да Значит, ну, у кого, и даже у художников так можно посмотреть, да, у кого какая тематика ближе к сердцу? Да У некоторых есть там, ну, техника, там, машины, там, самолеты и так далее, да Мой конек – это корабли, конечно Потом у некоторых еще там архитектура или что-то такое, да И эта тема, значит, у нас такая, которую мы очень-очень-очень любим делать, да И у нас это получается, если, например, мне бы сделали заказ на какую-нибудь другую тему, которая мне не по душе, да, марка тоже бы получилась не очень А корабли почему? Вы хотели быть пиратом? Не только пиратом, еще хуже Я никогда не думала, что я поступлю в Академию художеств Да Никогда не думала, да Хоть, кстати, у меня уже был этот кружок по искусству в Доме пионеров, да Потом школа Розенталий, это, ну, как сказать, ну, сразу закончила Розенталия, это, ну, это верный путь в Академию, да Больше никуда, но там все равно конкурс есть, да И там очень много, как сказать, ну, поступающих Очень много, как, ну, я, например, должна была бороться с четырьмя, да, чтоб На место? Да, на место А корабли почему? А вот, а корабли, это уже второй вариант Если бы я в Академию не поступила с первого раза Я сделала бы все, чтоб я попала в мореходку Что значит все? Все, потому что здесь, в Советском Союзе, это было очень трудно Да Да, почти невозможно Именно девушке поступить? Да, вот именно А я уже придумала, что я буду делать Если я так, ну, нормальным путем не попала бы в заграницу, да Там уже Вы намеревались за границу направиться Да, вот именно Все равно, хоть я бы женилась, я бы вышла замуж, да За все равно какого? Джека Воробья Да, все равно, все равно, да И чтобы попасть туда, да, и тогда уже путь открыт Вот, например, вот такой вариант сделала наша А то есть вы собирались выйти замуж за иностранца, чтобы попасть за границу и там поступить в мореходку? Да, да А иностранца там бросить? Да, мне он, кстати, он мне, ну А, то есть он как средство должен был выступать? Как средство, да Ну, если, конечно, там большая любовь, там сразу, да, понимаете Это уже, да, да, это так, да Ну, в основном, да, никакая там не любовь Любовь сперва школа, потом, ну, потом уже посмотрим, какая любовь будет Да, интересный у вас такой циничный план был Довольно циничный Довольно циничный, но ничего, ничего, ну, как сказать, ну, не было другого Довольно циничный план был спасен, потому что вы поступили все-таки в Академию художества Да, не было способа другого, да Ну, не было способа просто Я напомню, что у нас в гостях в личном утре сегодня дизайнер почтовых марок художник Элита Вильям И звоните нам, если есть вопросы, 672-12-939, 672-13-939 Простите, откройте секрет, вот какие цены на наши марки, вот именно латвийские среди коллекционеров Ну, вот, например, ваша марка 285-летию юбилея барона Мюнхгаузена Ну, я думаю, что им интересно Сколько вообще может марка стоить для коллекции? От и до бесконечности, да До бесконечности Сколько, например, если этому человеку очень хочется ту или иную марку, да Ну, хоть мы берем этот черный пенни, это, значит, первая, самая первая почтовая марка в Англии Да, выпущенная, да Я могу просить и 50 миллион, да Если мне кто-то платит, ну, пусть он платит Но, ну, там уже надо смотреть, как, сколько много этих марок, да Сколько предложений, кто продает, кто покупает, да Ну, латвийские марки, они котировались, да? Я думаю, что да А вы не знаете цифры, да? Знаете, я больше не как коллекционер, да Я больше все-таки как художник И если я как коллекционер, то я беру только такие, которые мне могут помочь в работе Что я могла посмотреть там, или красивая композиция, или красивые краски, или просто сюжет какой-то интересный, да Ну, вот такое Такое отношение Да Много у нас вообще коллекционеров в Латвии? Думаю, что да Не ушла эта мода? Вот раньше каждый уважающий себя, не знаю, советский школьник имел, значит, у себя этот альбом для Мара, да И все мы туда складывали, вот, некоторые довольно серьезно этим занимались, там, переписывались с разными филателистами по всему миру, да Ну, по всему Советскому Союзу на тот момент, да И собирали Я иногда, когда, ну, в гости прихожу по субботам, собираются тоже, это в клубе филателистов, это на Бривейбс Там у Вэфа, да, есть, у них такой подвальчик, там довольно много людей И теперь очень интересно, еще вот такой вариант есть, да, каждый человек может себе заказать свою личную марку И она тоже будет, как почтовая марка, да, но только в ограниченном количестве пойдет это все, да, и, значит, это его, или фирма, или что-то такое Вот такая мода пошла теперь В советское время, вот, как, скажем, дизайн марок изменился, вот, по-вашему, на ваш взгляд, на ваш вкус? Ой, вы знаете, если мы отбросим вот эту всю политику, да Ну, политику там, по-моему, трудно отбросить, потому что она довольно ярко присутствовала Нет, знаете, ну, нет Символика там, скажем Да, символика, но я опять ценю, как художник Да Может быть, символика, может быть, это все такое, да Но как профессиональная работа, я могу сказать, что советская марка была очень качественная Да, почему? Потому что сперва это гравюра, это госзнак, да Гравированные марки, это вообще прелесть какая-то, да Ну, можно, конечно, если я наберу вот целую кучу таких, ну, например, портретов, да Там вышли разные там и руководители государства, да, там писатели, там летчики, космонавты и так далее, и так далее, да Все-таки очень филигранная, очень хорошая, очень красивая работа У нас художники были очень хорошо подготовлены И что еще я могу сказать? Очень красивая тема, которая была, да Это музеи по искусству, да Да Вся вот эта коллекция, которая шла, очень хорошая, очень ценная Если, например, я не могу приобрести больших книг, да Я могу вот посмотреть марки, да И мне тоже уже какое-то представление, да, имеется Вот это было очень хорошо Так что, ну, политика это политика, да А вот когда вот немцы пришли, да, в 41-м году уже, там же тоже почту, естественно, почтовая связь перешла уже под контроль, так сказать Осланд, да, вот тогда марки, что было на марках на тот момент? Ну, конечно, ну, наш фюрер, да В разных цветах, да Недолго Да, недолго, да Хорошо, а вот интересно, сейчас же письма не посылают, сейчас все, ну, мобильная, там, связь Ой, знаете, еще как посылают Да, вот интересно, сохранился тираж марок? Да, да, ну, как сказать, немножко стало меньше, да, конечно, немножко меньше стало, да Но я, например, нахожусь в таком обществе, да, например, ну, мои товарищи, мои друзья, мои родственники продолжают обидятся, да, на меня, если я буду посылать только смс или вот через компьютер вот это послание или так далее, они знают, что я художник, они хотят от меня и свою рисованную карточку поздравительную, да То есть вы рисуете открытку, да, и приклеиваете свою, своего дизайна И свою марку, вот именно, им это интересно Мне, конечно, тоже интересно Эксклюзивный подарок, конечно Нет, чтобы добавить в друзья, нужно узнать ее домашний адрес, отправить ей письмо на этот Новый год или Рождество и ждать ответ И сколько вы обычно рисуете таких открыточек на Рождество? Знаете, было даже и за сто Ого, когда вы начинаете тогда на Лигу их рисовать? Ну, я уже, кстати, собираю красивую бумагу, сперва нахожу, да, потом сюжет найду такой, и сюжет уже делают такой, ну, конечно, все от руки, когда делаешь, это нельзя все одинаковое точно сделать, да Но, например, очень популярны вот эти восточные года, да, календари Например, вот этот год, да, год козы или овцы, да Следующий год, год обезьяны будет, да Вот такие вещи, или там мышь, или что-то такое, да И вот, значит, я вот это рисую, как от себя, да, и уже, как сказать, не восточное, да, а это я как бы через себя вот это все, да, выпускаю И уже совсем другой сюжет получается И даже вот что интересно, я и как художник экслибриса, да, у нас, ну, экслибрис, экслибрис, это мы для конкретного человека делаем, да А есть еще одна такая маленькая, уже забытая, здесь забытая, но за границей не забытая, да, форма ПФ Это по латини постфестум, значит, то, что остается после праздника, да Вот, да, вот, значит, я послала вот это, ну, на праздник, а это уже остается на всю жизнь Это от моей руки или афорт, или гравюра по дереву, или что-то такое, да, вот уже такое С моим именем, да, и как бы поздравления, да И тогда уже очень популярны вот эти вот восточные годы Ну, вот наверняка же вы думаете о столетии Латвии, и вот какие-то мысли у вас уже есть по этому поводу, что будет на ваших махах Ой, мы уже давно? Давно думаете? Давно, уже с девятого года Ого Да А что, так заранее нужно думать? Потому что это серия, у меня эта серия серьезная идет на 10 лет Да Каждый год по три таких маленьких листка И, значит, первые три марки были это самое начало Латвийской республики, да Потом провозглашение, да, потом уже первое заседание Сайма Значит, с самого начала, тогда уже вот этот, ну, скажем, кризис был, да, и почта уже не очень там могла тоже денег для этой марки, потому она немножечко такая сероватая Но я думаю так, это даже очень хорошо, потому что как они собрались перед 18 ноября, да, как они собрались в одном банке, там второй латвийский президент Густав Зэмгалс руководил этим банком, да, они, значит, эта вся огромная компания собралась у него вечером в 10 часов, была ужасная погода по этим описаниям, да, потому что я уже как, если я делаю, я все прочитаю, что там было и почему. Историю изучите, да Да, потому что просто так это, ну, не сделать Поместить себя туда Нашла этот дом, который вот именно был, да, и действительно вот такой хмурый такой, ну, как сказать, вечер, да, они сидят у стола, лампы горят, да, и вот, значит, вот это все там думают, да Потом, когда мы эту марку сделали, я уже смотрела некоторых там кинохроник и начали показывать, да, там некоторые фильмы тоже вот такие, как, ну, как цитаты были вставлены, да, о, хорошо, вот именно попало туда, да, потому что, ну, это как бы точно Потом вторая, второй год, следующий, да, это уже была история латвийского флага, герб и, значит, гимн, тоже, как сказать, потом покажу Этот Карл Сбауманс, как он вот этот, ну, сочинил, он даже слова, не только музыку, даже слова сам сочинил, да, и вот его портрет, да, и вот этот гимн со всеми нотами, со всеми вот показывала Третья, там уже можно было выбрать, что, я опять там начала, ну, как сказать, возразить, почему мореходство не показывает, потому что все-таки Все-таки, да, все-таки, да, Латвия, это, ну... Морская. Да, морская страна. Да, государство. 810 лет пор. Да, и, между прочим, очень интересно, даже вот этот Карл Сууманс когда-то говорил, да, вот такая цитата, я постараюсь перевести это так точно, да, Значит, ни одно государство не мало, потому что, если ее берега обмывает море, потому что ей открыто, открыт весь мир, да, вот что-то вот такое, да, ну, и когда-то и тоже наш этот Крещанс Валдемарс первый, ну, кто создал первую латышскую и эстонскую мореходку, да, он тоже говорил, что, значит, Все люди, которые живут, ну, примерно... На берегу моря. Двести километров от моря, да, все моряки, значит, это... Так что, вот, и главное, у нас очень интересная история по мореходству есть, да, и все вот это, ну, тоже сделали три марки в такие. Ну, и, конечно, потом композиторы, писатели пошли, да, художники, и теперь уже вот-вот-вот-вот я готовлю уже архитекторов. У нас в гостях сегодня дизайнер почтовых марок, художник Элита Вильям, а вот вы, ваше имя, оно внесено в мировую энциклопедию экс-либриса, вот за что, расскажите, кому вы, может быть, это делали, какой-то экс-либрис? Вот, и просто, ну, уже люди там приглядываются, и, например, в один год они выбирают там или 13, или 15, как вот, ну, вот это число, да, это ходит в большую книгу, это там уже работой отпечатывается тоже, да, и есть весь список, да, то, что художник делал. И это вот именно вот это потому и ценно, да, что я могу, если мне какой-нибудь другой художник интересен, да, я могу посмотреть, что он делал. А какие сейчас экс-либрисы заказывают? Есть же там разные такие очень помпезные, гербовые там и всякие такие. Ну, вот сегодня современные люди заказывают экс-либрисы? Да, да, да. И довольно это часто, и, ну, такие темы, которые, да. Но они попроще эти экс-либрисы? Они такие, ну, не… Знаете, есть два вида. Более современные такие или какие? Есть два вида, в общем-то. Или с вензелями там, ну, вот с чем? Да, 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 да. Можно просто рисунок. Да, сюжет какой-то, да? Да, это там уже можно печатать хоть 10 тысяч, да, для библиотека там всю можно покрыть это. И есть такие, которые, ну, тоже можно сказать, коллекционеры такие, которые очень хотят, ну, так показать, что, ох, у меня такие ценные книги, да. И, значит, я в ценную книгу хочу вставить в ценную экс-либрис, да. И тогда уже мы делаем оригинальные эти афорты, гравюры, да. Вот такие интересные не просто рисунок, да, а это уже сложно очень даже идет, да. Ну, и тематика разная. Конечно, литература, разные там сюжеты, там и древняя Греция, например, и современная литература есть, да, и сказки есть, даже и писатели там, ну, кто-то хочет портретов, да, ну, тогда это, да. Вот эти гербовые, да, тоже вот как-то мода пошла. Даже теперь, ну, обычный человек может тебе свой герб заказать. Придумать. Да, и заказать художнику, пусть он нарисует. И вот это он использует. Он это может и на эту визитную карточку ставить. Откуда у нас такая тяга к гербам появилась? Где писал череп и кости. Интересно. Да, и я даже не знаю. Статус, наверное, да? Ну, статус. И, например, это визитная карточка, это экс-либрис, да, это конверт, это, ну, письменная бумага, да, на чем писать. Люди повышают себе социальный статус. Да, 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 и, между прочим, это как бы немножечко так иногда можно там хи-хи-хи, да, на это, да, на это. Но, знаете, как-то немножко повышает вот свой вот этот культурный уровень, интеллигенцию, да, вот человек становится немножко таким другим, да. Хорошо. Не то, что, знаете, так, да, 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 в парке на скамеечке, да, нет, но он уже в ресторан пойдет. Экс-либрис в парке на скамеечке вырезать себе. Спасибо, у нас, к сожалению, стекло время, дизайнер почтовых марок, художник Элита Вильям. Спасибо вам за интересный рассказ и хорошего дня, до свидания. Спасибо. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели, у нас впереди еще много интересного, в частности, в программе «Разворот 12.15» будет российский фотограф, главный редактор журнала «Семь дней», переводчик, журналист и художник-модельер Екатерина Рождественская. Оставайтесь с нами.